Ярославль Ярославль официальная столица Золотого Кольца город старинных соборов и храмов объект культурного наследия ЮНЕСКО Медведь это наш символ города Еще Ярославль центр российского фристайла а вот и первое лицо ярославской лыжной акробатики Илья Буров Ну, мои повадки чем-то похожи на медведя, может быть Вот, а лыжи прикреплены так, как я лыжник Ну, так и сошлось, что медведь на лыжах Этот медведь летает на лыжах уже 11 лет Двукратный чемпион России Многократный призер этапов Кубка мира И главное, бронзовый призер Олимпиады Свои 27 Илья может жить уже где угодно Но после сборов возвращаться он хочет только в родной Ярославль Ярославская стрелка Место, где сливаются Волга и Которсы Для туристов захватывающие виды Для Бурова обычный маршрут пробежки Не важно, солнце на улице или дождь Когда вес надо чуть-чуть согнать Вот оттуда я, получается, бегу через мост Сюда, по всей набережной Там сейчас мы дойдем до краешка Я покажу, докуда И обратно, вот у меня где-то час-полтора занимает Пробежка на свежем воздухе Я стараюсь держать вес Я, если поем, у меня быстро, короче, набирается масса И потом приходится потеть От веса у нас, конечно, зависит С такой высоты нагрузка на коленки На маршруте пробежки есть большой камень Надпись на нем напоминает, что Ярославль старше Москвы А за ним расположился Успенский собор Который полностью восстановили к тысячелетию города в 2010-м Его главные реликвии – мощи святых ярославских князей Василия и Константина Спорт начался рано Судьба Ильи была определена еще до рождения Ну, там выбора не стояло Потому что у нас дедушка гимнаст Я гимнаст Поэтому, наверное, вот Когда я закончился спортом И появился Илья Я, наверное, все-таки у меня где-то там щелкнуло Что это, он должен быть Круче, чем я Ну, в пять лет меня привели родители в акробатику Обычная акробатика Четверки, пары Начинал с этого, с малого С АЗОВ Вот И все, и так поехала Поехала моя спортивная карьера Спортом тоже занимался Он единственный Чего-то достиг Ну, отец у него Потому что Он его как бы строил А мы постоянно гуляли Он один ходил в зал Хорошо, в моей школе я ходил сюда Отсюда пять минуток Это в школе Ну, вот здесь гаражи Все это тоже было Гаража И частный сектор Значит, вот моя школа Одна, единственная Которая с первого по одиннадцатый От звонка до звонка Как ни странно, я был Так сказать Ну, не то, что хорошистом Но и не Плохишом Учился так Среднее Тут, кстати, много всего прошло Потому что Дом рядом Площадка рядом Тут баскетбольщик, не баскетбольщик Вот эти лазилки Просто носились, бегали По всем этим перилам Перекладинам Ну, как бы, ну Особых удовольствий Предпочтений не было Он, да, что-то пытался Прыгал Сальто один раз Крутнул На голову приземлился Разбил голову Больше перестал потом Во дворе что-то прыгать Прыжков и в зале хватало Акробатика, дорожка, батут А потом в Россию пришел Новый вид спорта Где с подготовкой Бурова Можно было замахнуться на Олимпиаду В то время Я же тоже тренером по акробатике И когда вот Грубо говоря В Ярославской области Директор департамента спорта Вызвал меня к себе в кабинет Попросил меня Подумать что-то Создать такое Олимпийский Какого-то в виде спорта Вот я тогда как раз Увидел фристайл Все это Вышли на акробатику Мы только пока мы без лишних Помогинский Александр Николаевич Позвал попробовать Ну пригласил Попробовать новый вид спорта Фристайл Вот так как он олимпийский Больше перспектив Вот и Пошло-поехало И все сложилось Новый и непривычный спорт Выглядел опасно Даже слишком Родные сомневались А стоит ли продолжать Но Буров дал себе слово Что станет лыжным акробатом Ну сначала По итогу никто Толком не представлял Что это такое Вживую таких вот Которые уже Профессиональных спортсменов Ну никто не видел А потом когда Все видели Сказали Давай-ка Дружок мой хорош Жизнь спортсмена Она такова Что Только вперед Ну К своей цели И Ничего не поделаешь Ну короче Никто меня не отговорил Он все делал Сначала подумал Потом сделает То есть у него все время В глазах было такое вот Рассуждение Для чего это Нужно ли это И как это сделать Чтобы тренер ругался И правильно выполнить Упражнение Освоиться получилось Не сразу Если с акробатикой У Ильи был полный порядок То с лыжами Мягко говоря Не совсем На лыжах Как бы На горных Ну я ни разу не стоял Пришлось все как-то так Такие азы Быстрые Осваивать Вот Ну самое сложное Это наверное Переучить Технику Наверное Да Ну трудоемко Затратно Ну а что Надо было перестраиваться И Ну назад Пути не было Во фристайле Сразу несколько дисциплин Могул Хафф Пайпский Кросс Слоуп стайл И лыжная акробатика В ней как раз И выступает Илья С 2011 По 13 Буров Трижды становился Вторым на чемпионате страны А в 2014 Впервые стал чемпионом В этом статусе Он и поехал На домашнюю Для России Олимпиаду К сожалению В Сочи Илья показал Только 16 результат После Сочинской Олимпиады После удачи Да вроде Ну Желание есть Стремление тоже есть Но Какие-то вот Небольшие психологические Моменты Промелькивали И Хотелось завязать А впереди Его ждало Испытание Куда серьезнее Жуткое сообщение А когда я приехал на место И увидел все Своими глазами Я наверное Потерял Все свои Последние волосы Еще погода была такая Скажем так Мягко Вообще Никакая Буров попадает В страшную аварию В итоге Перелом трех Ребер И порванные Крестообразные Связки За полтора года До Олимпиады В Пхенчхане ДТП еще больше Кстати Меня подстегнуло Что Надо быстрее Восстановиться И Вставать в строй Потому что Ну Понимал Что Олимпиада На носу И надо Как можно Лучше Подготовиться Восстановление Прошло по плану 2018 год Корея Финальный прыжок И долгожданная Олимпийская медаль Бронза Только самые близкие Знают Ее настоящую цену Ну Наверное Вот эта бронзовая Миндаль Она Для нас Дороже Даже золота Возможно Дорога Наверное Даже Тем Вот Мы просто знаем Что Было Перед этим Ну Я имею ввиду Какой Восстановительный Вперед После травмы С какой С какой Ногой Он туда Вышел Дежавая Я первый раз Держу в руках Мы сами неправильно Да нет Мы поначалу Ее потрогали А потом Мы друг друга Поздравили Ну С таким Хорошим выступлением Вот Потом Вся Федерация Команда Которая была Оболела Вот Брат Потом Тренер Короче Все Потом Родители Президент Поздравил Когда празднования Закончились А голова остыла Проснулось Самокопание Буров до сих пор Считает Что сделал В Корее Не все Что мог Где-то Можно было Вот На финальном прыжке Чуть-чуть Подождать Так сказать Ну Есть такая терминология Чуть-чуть Попозже Сделать Заключительные Два винта Вот А я Чуть-чуть Поторопился И Ну Так сказать Не те Баллы Которые Мог бы получить Если бы чуть-чуть Подождал Это у нас Значит Наш Ярославский Кремль Где В его стенах Живет Живая Медведица Зовут Маша Вроде В свободное время Илью легче всего Застать У друзей детства За год У тебя получается Месяца три Всего свободного времени Уделялось Да Конечно Это Находил На семью И На все прочее Гулять Кататься на машине Ну Вот так же Ходить в кино Но больше гулять Дома не люблю сидеть Каждый раз Когда он приезжает Видится Да бывает Да Ходим Или дома Собираемся Или куда-нибудь В кафе Может посидеть В кино А где вдвоем Вот они в тазике У нас разница Шесть Вот Илюша Когда занимался Был в четверке Нет Чего нет-то? Мама Ну я не знаю Чего ты не знаешь-то? Трое внизу Он вверху Все хорошо Тоже его В паре Вот Илюха Силу качает Наступает Ну не то, что наступает Даже Переступает Уже на пятки Малый Вообще красавчик Валит По полной Так что Он молодец И так Ну на склоне Конечно Братское соперничество Оно всегда присутствует Максим Буров Пошел по стопам брата И вместе с ним Фристайлит За сборную России Он младше Льи на 6 лет Но уже успел выиграть многое Максим обладатель Малого кубка мира А в 2019 Сделал золотой дубль Выграв универсиаду И чемпионат мира Вроде и стало Вроде как-то Ну Что-то и не стал Чемпионом мира Ну непонятные были ощущения Я могу сказать так Даже до сих пор Я не понимаю Ну Что я чемпион мира Но это как бы Не предел Нужно идти дальше И то что ты чемпион мира Это надо оставить Потому что еще через два года И будет еще один чемпионат мира А через год после чемпионата мира Будет Олимпиада Сейчас первый номер сборной Максим Но он знает Что Самым первым Был его брат Я позже начал Он как бы считается первым Открывателем Да Вот Фристайл Ярославской области Ну Я думаю Это достижение Взяли и открыли Новый вид спорта У нас в Ярославле В зале Буровы всегда Тренируются вместе У братьев Буровых Есть одна Олимпийская мечта На двоих Хорошо Что у нас Вели командные Соревнования Вот И так Ну не то что приятно Мне будет конечно приятно Что мой брат Олимпийский чемпион Вот Так что А если вот мы еще И в команду Нас заделают В команду одну И мы возьмем золото То это будет вообще Вышка Стараемся Занести На наши имена И наше Вот это вот Все поведение Именно в историю Нашего христайла Ярославской области Чтобы целиком Даже чтобы в России Чтобы знали Что Ярославль Сильная команда у нас Все говорят Сваливай отсюда Ну вот Пока что Ну я Хотелось бы Но так как я не знаю Языка Там беме Конечно можно выучить Но пока Что-то как-то не тянет Я не люблю такие Большие Города А здесь что Здесь у меня Дети Родители Ну не знаю На дальнейшем На перспективу Может быть Что-то можно будет Рассматривать Но пока Моя жизнь Здесь Ярославль Мне здесь Уютно Комфортно В российском фристайле Есть мировые звезды Мировые результаты И перспективы Но есть И свои проблемы Именно Мало бас Уровня Нижнего рода Вот сейчас На Воробьеву горах Склон сделали Хороший В Красноярске После универсиада Остался И в принципе Вот такого уровня Склонного Наверное Больше Нет Но вот пытаемся Мы в Ярославле Дай бог получится После московского Кубка Люди переезжали В русский город Ярославль И еще один этап Кубка мира Был здесь Ну это же красиво Нам не хватает Летней базы Так как ее вообще В России нету Вот Постоянно Ну в разъездах За границей Хотелось бы чтобы у нас Была своя база Некоторые даже спрашивают А ты чем замер Фристайл Танцуешь что ли Или поешь Читаешь рэп Ну проблема наверное То что Вообще именно Самого фристайла Я думаю что он не такой Популяризован Весь спорта Хотелось бы больше Чтобы его где-то показывали Чтобы люди знали Что такое фристайл Это решаемо А самое главное В Ярославле Уже есть Здесь Хорошая школа И хорошие тренера И которые Способствуют Дальнейшему продвижению И развитию Этого вида спорта И поэтому Ярославль кузница Лучшая кузница Так сказать Спортсменов Буров уже поставил Цели на будущее Они понятны И просты Ну сейчас я готовлюсь К предстоящему сезону Вот потом Конечно Это чемпионат мира Вот Хотелось бы конечно Звание чемпиона мира Вот И следующее Мое Ну как Следующий мой шаг Это конечно Олимпийская золота Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok